Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Уильяма Голдинга «Повелитель Бог». Это роман, написанный в 60-е годы, то ли в 65-м, то ли в 67-м годах. И во многом роман анти-левый. Хотя многие в нём прочитывают аллюзии на фашизм, аллюзии на гитлеровскую диктатуру. Но я вижу в нём, как и некоторые исследователи, например, Андрей Алексеевич Асадов-Цатуров, видят в нём именно роман анти-левый, направленный против нового левого движения. Это роман о том, как дети попадают на небедаемый остров, устраивают там диктатуру, устраивают там по большому счету репрессии против других направленных. Этот роман – развенчание утопии естественного человека, Рапензона Круза, который совершенен, удаляет цивилизации, такой же целостный, такой же радостный, такой же идеальный, большому счёту неиспорченный цивилизацией. На природе он готов её осваивать, готов строить новую цивилизацию с нуля. Он ещё не испорчен, благородный дикарь руссоистский. Здесь ничего этого нет. Здесь персонажи, брошенные на небедаемый остров, дети к тому же, развенчиваются с одной стороны утопии естественного человека, с другой стороны утопия, идеал представления о детях каком-то безгрешном. Здесь дети начинают друг с другом враждовать, при этом довольно жёстко, вплоть до уничтожения, вплоть до смерти, вплоть до убийства. Это делает Голдинга очень писателем необычным, потому что он был протестантом, насыщающим свои произведения библейскими символами. И здесь чувствуется вот эта вот протестантская суровость, меткозаветная суровость в отношении человеческой природы, в отношении человеческого сознания, в отношении человеческих грехов. Здесь чувствуется, что первородный грех испорчен с человеческой природой, давлением детьми, толкает их к преступлениям. При этом их свобода порой делает их, как персонажи, например, Харюша, там другие, там есть такие персонажи с такими именами. Так вот, эти персонажи, они вроде бы сохраняют достоинства, и даже никто из них спасается из этого ада. Но при этом они всё равно предрасположены тоже козлу. Почему роман называется «Поведитель мух»? Это перевод имени Вильзиву, то есть одно из имён дьявола. Так вот, когда создают такую свиную голову, ставят на шест, которая облеглена мухами, и начинают поклоняться как идолу. Рождаются примитивные языческие верования среди детей, и они начинают им поклоняться. То есть такое постепенное сползание в хаос. Так вот, он потом беседует с одним из персонажей, «Поведитель мух». Так вот, это образ зла, который над человеком давлеет, который им не даёт высвободиться из-под своих тисков, который опутал его природу. В этом романе нет Бога. Никто не молится, никто к Богу не взывает, никто не стремится выбраться из этого ужаса. Усилиями молитвы, усилиями каких-то действий Богу угодных. Ничего этого нет. Здесь есть погружение во зло, погружение в спорченность человеческой природы. Это роман очень пессимистичный, конечно. Важно, что других романов Голдинга наиболее читаем. Я пытался читать его романы «Зримая тьма», «Шпиль», но они написаны гораздо хуже, они менее интересны. У них нет вот этой драйвовости, вот этой стресс-сюжетности «Поведитель мух». Самые известные книги Голдинга, самые замечательные книги. Я читал её очень давно, ещё в школе. Тогда она мне запомнилась действительно именно потому, что описание детей, и мы надо читать именно в детстве, в подростковом возрасте, чтобы увидеть что-то подростковое стремление к бунту, стремление к каким-то трансформациям социальным, мировоззренческим, личностным. Всё это ни к чему не приводит, кроме зла. Ни к чему не приводит, кроме бесплодного бунта, ужаса и кошмара, восстания. А первым бунтарём был, как известно, дьявол. И поэтому этот роман очень мрачный, развенчивающий несколько мифов, был направлен против нового левого движения, против движения студенческого, против движения 68-го года. Потому что в этом всем движении Голдинг увидел очередное расползание в хаос, очередное расползание в ужас непросветленной человеческой природы. Это роман действительно антилевых, показывающий, что левое движение, особенно новое левое, по разрушению нравственности, по разрушению морали, приводит к ещё большему ужасу и кошмару. Даже тот, который был до него, покажется, бледно подобен того, что оно создало в последующем. Голдинг замечательный провидец этого будущего, современного, постиндустриального мира, толерантного, в котором новое левое сознание победило, реализовалось полностью. И вот это сознание уничтожает цивилизацию, уничтожает нравственность, уничтожает семью. И это сознание благогубительное для человечества. Эта идеология благогубительна для каждого отдельного человека, для человечества в целом. Голдинг это предвидел ещё в 63 годы. Субтитры создавал DimaTorzok